Маккормик серия G 135 МАКС, 132 кинских силы, полностью итальянский, выродитель Италии, завод фабрика, все компоненты сделаны в Италии на заводе, сами они варят кабины, стекла делают, льют метал, все это на одном заводе, у них все выставляется. Двигатель 6,7, F5 EVECO, CNX группа, 6,7 объем, 6-цилиндровый, 4-клапана на цилиндр, 132 кинских силы, 600 Н, кручащего, уже 3400 обыкновения. Топливная, обычная, механическая, бошевская, без всякой электроники, без мозгов, без ничего, обычная механика. Гидравлика, загальный поток 120 литров на хвилину, два шестеренчатых насоса, 67 литров на хвилину йде на гидравлику, и решта йде отдельный насос чисто на рулеве. Автопилот можно ставить без проблем, без всяких, ничего, на цей гидравлику влиять не буду даже. Топливный бак, 260 литров объема, закрывается, все, в порядке. Система охлаждения, вентилятор на вискомуфте, что обязательно, не просто на рівню, там стоит вискомуфта, никакого гула, там сверху какого-то нема. Это фильтр, кстати, на рулевую систему отдельно стоит, на гидравлику, внутри, внутри, под низом стоит два здоровых фильтра, потому что тут коробка механическая, 18 швидкостей перед, 18 назад, 3 диапазона, 6 передач, полностью синхронизованный, реверс механический синхронизованный. Тут загальная машина, коробка, так как тут и насос шестеревчатый, и коробка, вся эта механика, ему не страшно, если там трошки не то масло попадает, тут два мощных фильтра гидравлики стоят, чтобы чистить постоянно это масло. Дональцевский фильтр двухкомпонентный, у нас на Дойце вроде такие стоящие. Они почти везде стоят, моноциклон очистка, грубая и тонкая очистка с датчиком засоренности, его легко в обслуживании сюда открывается, 4 защелки вытянув виду, что надо засорять назад, поехав абсолютно без проблений. Полностью открывается весь капот для легкого доступа, продувка радиаторов, это же все доступно, все легко, все же положено. Он сразу с завода идет, уже с подсиленными мостами, подсиленный передний мост, мосты итальянского производства, и он подготовленный до фронтального погрузчика. Мы там еще побачим в кабине, уже сразу стоит джойстик на две гидропари, еще сзади. Когда в оборудовании господарства таки трактор, да, и на майбутнє там хочут поставить на него фронтальный погрузчик, можно сэкономить на распределитель или на джойстик от погрузчика, то есть тут все есть. Два крана перекрив погрузчик, два крана перекрив, уже работает с задними навесными оборудованиями. Тут три пары механических гидрораспределителя, двойдук на джойстику управляются, одна, где отдельно управляются с плавающим режимом, с kick-off. Своя масса трактора 6000 кг, разом с догружателями, 4 по 2 на задні стоять, и тут 10 штук, разом с догружателями 6800 кг, его вага загальна. Все в доступе для обслуживания, замене масляный фильтр, топливный на той стороне, зеленая горловина, легко пройти, легко служить, ролик, ремень. За речи механизмы у нас не просто пружина, а целый механизм, поворот не на крилах. То есть и что-то не самое, так скажем так, немаловажное, простир, от колеса до крила. То есть, если это сыра погода, как набивает, то уже ничего не отрывает, но спокойно все работает. Не, ну кстати, вот это пространство, это... Да, причем с той стороны ты зашел крутой, даже руля какой-то забыл выводить, а я пойду уже. Да, мост у нас на выливку на этом, на чулку моста и на бугель, вот здесь палец и втулки, смазываются с трех сторон, так же сзади. Трактор полнопривильный, передний мост включается, подключается, у нас есть и кордонный лоск, коробка, которая выходит в защите полностью, наш лицевый садится. Причем, особенность в конструкции в том, что там, где бугель, бачишь, там выходит хвостовик, там просто наш лицевый ганадил, снялся, ну если вдруг в ремонте, або еще что-то. Включается привид, полный привид с кнопкой, электро-гидравлический, так же тут электро-гидравлическая блокировка. Ты включил, блокировка пошла, на тормоз нажал, на 2 секунды блокировка сама отключилась. Аккумуляторная батарея, 120, кажется, в первые часы, выключатель массы, инструментальный ящик, это все в комплекте, до речи, уже идет набор ключей, важная, как такая, что-то покрутить, выключить можно. И великий набор дополнительного обладания, таких, как у нас нависка категории 3, на кругах, третья категория нависка, грузоподъемность 7000 кг, усеються яблока на вторую категорию, на 2Н, на все это в комплекте есть, то есть на ГБ обладание. Так же уже в базе обладнаний тягово-сцепным дышлом, который мы сейчас снимаем, и тяговым дышлом, который тоже регулируется по высоте. Три пари механических гидровиходов, до речи, можно регулировать силу потока на этом распределителе, там быстрее поднимать, медленнее, плавнее. И уже, где кружка заливной горловины, с боку есть, сейчас я с той стороны. Этот трактор уже может работать с гидромоторами, есть выход под вольный злив. Ну, тут ставишь, фіксация подачи, все. Мы нам тягали равку, там, гидравличную. Для гидравличного раскидача, для севалки, в принципе, достаточно, від 45 до 50 литров на хвилину. Тут выдают 67 с головой. Подача есть, вольный злив есть, можно уже працювать. Вомб, тут, а, по-навески, цилиндры, мощные, 700 тысяч килограмм подъема. Посиленный цилиндр 90 миллиметровый, стандартный из-со-розетка выхода. Зеленая горловина масла, гидравлическая коробка, и она же щуп. Тут в кольцах которого нет, есть щуп. Вал отбора потужности 540 000. Вибор режима, где механическая с кабины 540 000 переключается. Есть возможность работы как от обертей двигателя, так и от обертей колеса, ну, по полю. Идет прямой вал через эту коробку до двигателя. до двигуна и включается в этом месте электро-гидравличная 11 фрикционных дисков в масляной ванне. Плавное включение, плавная установка без взрывов, без ударов. Что у нас тут? Динамичная ручка, остекление великое. Дуже большая кабина для такого класса трактор. Сразу есть сиденье для пассажира, просто выдвигается крестерин, все, убрал, поднял, все, все сиденье в сторону. Комфортная кабина, пневматическое сиденье с тканевой отбилкой, причем есть подголовник, который выдвигается выше и ниже, и это сиденье сразу механизмом поворота. Так что так трактор сидит, чтобы стоять ноги при выходе помогают, все регулируется. Комфортная колонка также регулируется по высоте и по углу наклона, то есть можно выставить, как удобно. Как сказать, сидушка уже пневматически. Выбор ходу, реверс вперед-назад, механический, шестиступеневая коробка передач и три нас диапазона. Пониженный, рабочий и повышенный. Минимальная скорость 1,4 км на год при 1500 оборотов и максимальная 40 км на год. Ножный газ, ручный газ, тоже все это механично. Кнопка включения ООН, включили, он плавно запустился. До речи, у нас по информационной доске, у нас есть синдикация на панели, обороты двигателя. Швидкость мы можем видеть и одновременно можем видеть обороты двигателя, которые мы выставляем. Дальше керевня, индикации. Сейчас он вам показывает включенный. Кажется, он выключился плавно. Это тест-джойстик, что я говорил. На него связаны две гидропары. То есть на управление сзади. Можно, как цепляешь на фронтальный погрузчик, индикация даже есть. В плавающем режиме две секции работают и принудительные. Причем есть защита даже. То есть опустил, ты ему ничего не делаешь. То есть поднял, уже ты можешь работать без вопросов. И третья пара гидрораспредельника, тоже механическая, тоже с защитом. Поставлюсь. Блокирование электро-гидравличное. Включение переднего привода тоже. Омыватель. Векна передняя, задняя, задняя. Верхняя, нижняя, скажем так, передняя. Еще одна передняя тоже включается светлая. Шторка, люк. Так как он готовит до фронтального, у нас есть люк. И полностью открывается, закрывается. Знаете, с базы уже шторка, которая позволяет, чтобы солнце не притало. Шторка верхняя. Шторка передняя. И есть полностью аудиоподготовка. Есть антенна, есть динамики. Есть полные электровые выходы. Трактор обладает системой кондиционирования. Температура, скорость и включение выключения кондиционирования. Что у нас тут? Тут у нас механически выбирается режим работы ВОМа. От двигателя или отхода трактора. И выбирается оборот. 540, нейтраль, ну, 1000. Нам достаточно просто так, чтобы все было включено. Далее включаем или выключаем. Все. Горочник. Места, до речи, много, много. Это мигалка в комплектации. Есть место. Тут эти предохранители захованы. Внутри там вся табличка есть. Открывается заднее векно. То есть для доступа. Вот так можно открыть место. Инструкции уже переведены на украинскую мову. Поставляются все на украинский. С этой стороны у нас управление на висок. У нас есть увеличение высоты. И так вот у нас система интермикс. У нас регулирование тяга или тяга. Все регулируется. Фиксавторы выставляются. Механически просто. Есть также такие тракторы доступные, как с коробкой PowerShift, где перемещение под навантажением, с электрокерированием на вискою. Это все есть. То есть опции безлеч. Можно где компрессор доставить. Вы платите на газон, как называется. А все таки самый доступный, оптимальный. Все механика. Ход кресла, кстати, что для самых таких здоровых. И для кого он найдет соби весь подпор для ног. То есть можно приподнять перед немного, чтобы ноги не утекали. Можно приопустить. Повернуть, спустить. У него мы даем два гарантии. Мало хто знает, чтобы увериться, что он хороший и все хорошо работает. Два гарантии городской гарантии. Вообще без специально. Шины впереди 420, а сзади 520. Мишелин. Мишка, как ты скажешь, народ уже сразу стоит. Также при наявности, когда у нас керевание на виске, идет электро, не механик. У нас уже в базе сразу появляются кнопки поднять, с места поднять, опустить на виску. Включение, выключение. Это уже все. От комплектации. Также два фильтра кабины по двой стороне. С боку, да? Да, с боку. Легкие услугованные, демонтажированные. Два фильтра. По желанию. Они из завода. Ну, звичайные паперы. По желанию комплектуют огольными фильтрами для работы с опрыскивачами. Мишель. Мишель. Простой трак. Виктор. Ч links вод clothing. ハハ. Мишель. Ор, мам. П Ira! ПирольLY.